так у нас сегодня по плану всем привет сегодня будем ловить хищника поедем на новый водоем мы вернее на нем уже были но все же отправимся туда еще раз потому что ловить на стандартном водоеме для начинающих как-то уже не очень интересно хочется половить интересную рыбку поэтому поедем мы едем мы у нас есть еще у нас у крутила поедем на озеро эмеральд у нас есть еще и озеро фалкон да не ездил он там подороже стоит путевочка о кстати здесь у нас путевочка там было 2 250 теперь 3000 стоит на они дешево с учетом того что нас только 7000 денежки еще и отсутствует лицензия так лицензию покупать по любому придется давайте купим на день 900 купончиков нам надо потратить и и поехали посмотрим что у нас из этого будет конечно тонким и закидывать и думаю не будем на это локации нам должно вполне хватить ловли на спиннинг сосредоточимся на ловле именно хищника это мы все предложения закрываем нам предлагают две локации на этом озере возьмем лодочную станцию выберем хотя там пробежаться пешком как бы пару секунд загрузимся там можно арендовать лодку в принципе тут и без лодки очень даже хорошо можно справиться так у нас . надо нам ее заменить на спиннинг на спиннинг есть дальше выбираем вот эту зелененькую блесенку так что у нас со скоростью скорость мы пока не можем поменять скорость проводки нам надо выбрать самую медленно вот это вполне нам подойдет так и пошли уже был поклевочка и пошли играться ступенечкой на ступенечку у нас оп что-то вроде есть ах ты сошло пошла какая-то нагрузка на спиннинг и из рыбка сошла фейерверки погнали зацепил и 10 дамы хороший кто-то у нас не сопротивляется не хочет быть пойманным нормально так наяривает фейерверк рядышком ух ты у нас даже тут головы товарищ куда-то там кидает берег домишки поставил ловит на спиннинг и ну как вариант о смотрите у нас первый улов это декоративная плосатая щука и приносит нам 200 купончиков и это очень радует денежка нам нужно хотя бы побить дорогу сюда лицензию нас на день но это не игровой день это на сутки реальные мы покупаем то есть мы сюда за эти сутки можно несколько раз съездить соответственно нам надо хотя бы отбивать дорогу чтобы туда-сюда покататься плюс этой локации в том что здесь очень много хищника он очень хорошо ловится и дает очень много опыта чтобы прокачать уровень это локация вполне себе оправдывает так где наша рыба не клюет так учеркать начинала а сейчас что-то даже поклевок нету холостых моя наживка вообще на дно легла есть есть кто-то у нас еще попался когда небольшой похоже небольшой рыбок и лаперый судачок 213 монет очень даже очень даже приятно и того мы уже видите 400 купончиков отбили 400 купончиков это практически половина лицензии и садок у нас на 20 килограмм и мы словили 2260 то есть у нас еще в перспективе есть куда ловить и мы по идее должны затраченные деньги сюда вернуть еще что-то заработать хотя бы чтобы хватило прикрыть ремонт снастей одной снасти здесь мы ловим только спиннинг поэтому хотя бы чтобы было на ее ремонт ну что ж ты не клюешь то рыбеха моя блесна уже на дно лила а тебя все нету ну что эта проводка будет без поклевки даже тут практически каждая проводочка заканчивается поклевкой и это очень хорошо вот видите третья проводочка оказалась холостой ладно ничего вот фейерверки эти праздничные спускаются так тут мужик серьезно ловит на четыре доночки красавчик так споры будут повылавливать я думаю чего мне не клюет начать он замахивается чуть не по носу своей тонкой наступну так ну что погнали ступенечку ну давай мой хороший судачок хотел взять джиг но что-то подумал на эту блесну тоже неплохо клюет зацикливаться на джиге нет смысла на эту блесну и щука может взять и судак опять она утонула прям на дно лила тяжелая блесна тонет сразу можно конечно проводочку быстрее выбрать но она намедленно лучше клюет хотя вот видите я наверно сглазил поклевки у меня пока что уже нету это четвертая проводка две проводки были результативные а вот две в минусах ладненько сделаем скидочку на то что сейчас утро и клев очень хороший давайте попробуем в эту сторону покидать утром как ни странно клев всегда слабенький на многих локациях опа есть клюнула рыбка это хорошо мы единственно плохо что она клюнула далеко от берега и далеко не тащить с нам будем изнашивать снасть больше но ничего главное чтобы был хороший экземпляр так он там уже почти потянули не хочет выходить зацепился он давай-давай-давай но судачок идет наверное хорошенький крупный будет мне так на 300 затянет или купончиков давай-давай-давай иди сюда уху-ху трофейный светлоперый судак нормально новый личный рекорд и почти 500 купончиков у нихила нормальненько вот считайте минимум уже лицензию мы отбили уже плюс осталось еще заработать три тысячи на дорогу и мы тогда в плюсах тут еще насколько я помню водится уникальный судак вот он не машет спиннингом постоянно перед носом но не очень нравится еще есть уникальный судак за него я думаю можно денежки получить значительно больше какая-то мелочь вот эти его подтягиваешь вылетает из воды иди сюда это щучка у нас маленькая походу что ж ты паришь прям воздушная такая до молодая обыкновенная щука 400 грамм практически и 70 купончиков такси зато быстро вытянулась есть свои плюсы так ну что наша задача хотя бы в этот раз поймать уникального судака давайте делаем больше ступеньку потому что щучка у нас чаще клюет на равномерную проводку а именно на ступенечку нас клюет судак приближаемся уже ко дну а поклевки все нету главное чтобы этот сосед меня блесной за ухо не словил так ну ну рыба ты где он мою рыбу вытянул отдай мою рыбу на что-то у меня не клюет давайте подождем пусть на равномерно погрузится чуть подтянем опа красавчик ай-яй-яй сорвалась давайте еще раз попробуем друг вдруг еще раз она зацепится давайте так по чуть-чуть будем поднимать она у нас практически ответственно висит блесна рыба где-то здесь рядом была глядишь клюнет снова мы туда очень быстро вытянем так не катит походу и так не прокатит с хитрой жопы не получится ладненько закинем ну по крайней мере в эту проводку поклевка у нас была но рыба сорвалась давайте попробуем равномерно сделать хотя бы половину до 20 сделаем равномерную а потом пойдем ступенечкой чтоб если у нас клевало вдалеке ее не пришлось тянуть соответственно расходовать ресурс спиннинга равномерно вообще поклевки ни одной не было вдалеке теперь под берегом давайте играться ступенечкой вот это она вечно здесь тонет этом участке опа давай 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 пошли зацепили вот и отлично видите как получилось практически вот самого берега мы зацепили и тянуть нам не так и далеко вот у нас идет судачок похоже и довольно таки не маленький а ну-ка ну правда не трофейный но 300 купончиков мы заработали и опыта 119 отлично так давайте пуляем вдаль опять проводим равномерно и до 20 из 20 начинаем ступенечку самая неплохая тактика первых посты подтянем во вторых можем взять щучку на равномерной проводке как видите щука у нас сейчас не очень активный а вот судачок как ни странно клюет практически в любое время дня насчет ночи говорить не буду потому что до ночи я честно говоря ни на одной локации еще не засвеживался не хватает мне размера садка просто быстро и очень быстро даже скажем наполняется так что давайте такой и утонула на час походу это будет без поклевки проводочка что-то как-то паникла моя приманка опа был был тычок был тычок но не проглотила не проглотила так ладно и полетели равномерная проводка сначала дотягиваем до 20 и паник ступенечку эти ступенечку надо все-таки делать чтобы нам дольше поприла вниз с этим проблематично когда от приманка как час практически на дне а если просто оставить на дне полежать чуть-чуть будет считаться за свободное падение сейчас и проверим похоже не считается не удалось привлечь рыбеху на этой проводке на этой проводке никак не давайте наверно где-то до 25 будем дотягивать дотягивать до 25 а там уже будем ступеньку ввести опа это у нас щучка будет походу ух ты еще и крупненькая довольно не хочет вытаскиваться пошло вроде довольно неплохо еще и тянется вначале оно что-то сопротивлялось я думал там какой-то колосс будет но нет походу не очень большая щучка и какая-то у нас щучка декоративная полосатая щука о отлично и 149 купончиков падают на карман единственное вот опыта за них мало дают 72 опыта дали когда дают 119 опыта за судака это поприятнее но видимо они дотянули до 25 метров где собирались на судака начинать проводку и клюнула щучка ну вот сейчас мы скорее всего дотянем щука сейчас не клюнет и отсюда пойдем делать проводочку о пошел фейерверк приманивать рыбу логинский сосед рыбачит на всю ну что ж ты рыба оторвись уже от 1 а да похоже у нас эта проводочка не даст результата ну давай клюй последний шанс ох ты молодца красавчик прям под бережком все таки смог о еще и щука взяла полосатая декоративная декоративная декорированная декорированная щучка на 185 купончиков и 90 опыта забираем так полетели ну хоть щучку взяли щучку не зацепился щучку мы смогли поднять так ух ты была поклевочка у нас я думаю была щука ну давайте отсюда ступенька уже пойдем играться лишь щука или догонит или уже судачок клинит у нас уже практически половина садка забита и скоро придется возвращаться домой и подсчитывать ай-яй-яй была вторая поклевочка но снова не зацепил давайте такой маленькой активной ступенечкой попробуем не хочет не хочет два раза за проводку клюнуло но не зацепилось кстати у товарища вроде такая же блесенька как у меня что он подвис замечтался ушел он с локации видно уже садок себе заполнил ух ты есть щука далеко клюнуло тянуть долго но ну ничего хоть клюнуло правда этот экземплярчик я думаю будет очень маленький но сейчас где она там вот она ее практически на поверхность спокойно поднимают значит экземпляр небольшой нет нет у нас не щучка это светлоперый судак и 194 копанчика принес при таком довольно небольшом весе вот именно ловить судака очень даже здесь оправдывать себе денежная рыбка такая получается и взял кстати на равномерную проводочку как ни странно ну это тоже хорошо так давайте сейчас подтянем до нашей границы в 25 метров и пойдем маленькой ступенечкой такой с постепенным погружением на дно ну давай клюй смотри как красиво играет блесна упала все приманка на дно легла подмотку делать ну что же ты давай чуть-чуть осталось уже отвесно висит блесна поклевки все нет интересно можно вспомнить это на 5,4 метрах или нельзя ну по крайней мере в этот раз не получилось так зашвыриваем на максималочку на максималочку кину сейчас уже точно что-то должно быть так проводка была холостая это уже по-любому должно быть результативно так сейчас посмотрим будут ли у нас тычки во время этой проводки пока нету пока тихо не не приманили рыбку можно попробовать какое-то другое направление кинуть так делаем ступенечку ну что-то что-то все тихо печально не хочет ловиться рыба ты смотри две проводки подряд я без рыбы остался как так ну сейчас попробуем под бережком ее раздраконить вообще тишина какая-то как будто я уже последним споймал в озере сейчас вот давайте поиграемся в отвесную проводку вдруг возьмет не 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 хочет так давайте поменять направление кинем где-то вот туда подлили ну относительно подлили скажем так ну в ту сторону так подтягиваем блесенку пока что поближе что-то у рыбы видно утренний обед начался перерыв нас такое не устраивает мы сюда приехали ловить рыбов а не ждать когда же клинит хоть что-то смотри никак уже третья проводка даже тычков нету очень странно честно говоря хорошо не хочет она ступенечку давайте попробуем сейчас твичинг проводку сделать твичинг может это что-то даст так это направление особого результата не дал туда кидать больше и не буду пока что смысла нет по идее если клюет то оно наверное клюет здесь везде ну что давайте под твичинг под твичингуем опаша что то есть на твичинг среагировала уже что-то сопротивляется уже все уже не сопротивляется то вначале как обычно упираться плавниками в дно а потом как по маслу и кто у нас щучка небольшая полосатая щучка 35 опытов всего-навсего 9 но ста купончиков такая себе рыбка не очень результативно скажем так так я вообще ждал судака опаша поплевочка ай сорвалась сразу и поплевочка прям случилось может еще раз возьмет эти твичинг заходит похоже а я думал то я тяну сосед судака тянет вроде сопротивления нет а рыба тянется как так нет один тычок был и и все и все ладонько но хоть уже по крайней мере поклевочки есть уже веселее кидаем на максималочку 44 метра за и футболе ли ну что погнали и чем их твичинг их сейчас и проверим сейчас поклевки не будет значит твичинг и не такой уж супер идеальный для ловли на этом водоеме то есть на ступенька у нас могло с таким же такой же вероятностью клюнуть как и на твичинг о нет все таки есть поклевка на твичинг третья проводка и и поклевочки результативно только две но поклевки есть так надеюсь что это судачок у нас рассмотрел кто-то да садачок вот смотрите 300 сразу купончиков нам отсчитали и 122 опыта вот такую рыбку уже приятно ловить уже хоть понимаешь зачем ты сюда приезжал нам денежек надо много заработать поэтому нам желательно ловить именно судачка твичинг дает свои плоды что-то я его перехвалил нет поклевки сейчас поклевочки нет опа есть есть поклевочка все таки есть ну давайте ради эксперимента сейчас попробуем ступенечкой проведем и проверим или это просто начался активный клев или все таки твичинг рулит у нас судачок идет похоже и такой неплохой экземплярчик стоящий должен быть ну поднимайся дружище до 353 купончик и 141 опыта полторушечка килограмм зачетная рыбка так ну что теперь ступенькой проведем для чистоты эксперимента ну давайте самого начала будем ступенька вести чтобы все было по-честному потому что мы твичингом тоже с самого начала ведем а если наша ступенька падает на дно давай подтягивайся вверх чуть-чуть хотя бы то на дно ступеньку не очень получается делать да шо ж ты все время падаешь то вот видите на ступеньку шутка не очень не ахти хорошо а теперь твичингом проведем и посмотрим клюнет или нет забрасываем и погнали о поклевочка была тычочек но не зацепилась но видите твичинг работает все таки твичингом более вероятно что-то словить потому что раньше я ловил чаще на ступенечку да что-то может дотянули до берега а рыбы нет давайте тут ступенечка дотянем потому что твичингом как-то очень быстро получается вытягивать хотя мы на самой медленной скорости делаем проводочку ну а с твичингом подмотка проходит быстрее так тычок у нас был на твичинге но рыбу мы не споймали надеемся на второй заброс так у нас уже 12 с половиной килограмм все таки из 20 кстати если получим новый уровень надо будет сходить в магазин и купить садочек побольше опты есть что-то зацепили видите все таки твичинг то что надо поклевочки присутствуют правда не всегда большие экземпляры но хоть что-то 29 опыта дала и 74 купончик пойдет нам осталось 7 килограмм доловить и тогда мы сможем сделать подсчеты сколько же мы за этот выезд заработали продадим приедем рыбку отремонтируем спиннинг и посмотрим сколько у нас чистыми останется монеток ну и опять же надо учитывать что мы и опыт получаем при ловле хищника и опыт довольно таки приличный так эту проводку даже . у нас не было дадим погрузиться доведем уже ступенечкой хвост еще клюнет да тут наверно где-то граница метров 7 когда может еще клюнуть но потом уже вероятность сводится к нулю да да ладненько эта проводка у нас вообще холостая вышла не было ни тычка ни поклевки ничего опачки есть зацепили кого-то сейчас мы посмотрим кто у нас и у нас щучка щучка охотела судака 30 опыта 79 купончиков закидываем и тянем еще раз ой что-то подвисает есть хорош ух ты что такое по моему хорошее зацепили нет наверное все таки нет скорее нет чем да уже не стопорится да значит полторушечки не будет полтора килограммчика не будет вон трофейную травяную щуку споймали а у нас судачок похоже 287 купончиков и 115 опыта видите уже почти уровень даже добил как раз я думаю уровень я и добью на этом водоеме до заполнения садка и это очень хорошо осталось у нас 5 килограмм грубо говоря словить и придется отсюда уезжать опаньки есть зацепила рыбову кто-то у нас маленькое что-то судачок маленький по моему да ну-ка да небольшой судачок ну как небольшой килограммчик 235 купончиков 94 опыта пойдет видите довольно таки быстренько мы на почти уже полный садочек наловили это мы с пяти утра ловим то есть прошло два с половиной часа игрового времени и мы наполнили садок ну допустим сейчас еще за полчаса я доловлю полный то есть три часа игрового времени мы ловим полный садок рыбы то есть сюда есть смысл только ездить если у вас большой объем садка чтобы не кататься порожняком потому что вряд ли вы с маленьким садком отобьете поездку на этот водоем сейчас посмотрим отобью ли я со своим я так думаю что отобью продажа покажет ну как я говорил в принципе лицензии на целые сутки то есть на нее мы больше тратиться не будем только затраты у нас будут на поездочку сюда и на ремонт самого спиннинга спиннинг у нас трошки износился как ни крути от этого никуда не денешься ну плюс в том что здесь не клюют такие огромные экземпляры по два по четыре килограмма они бы изнашивали спиннинг намного сильней а вот такие размерчики как здесь как раз на этот спиннинг очень довольно легко вытаскивается и не сильно его относительно изнашивают должно это все дело окупаться но лучше конечно спиннинг ремонтировать катушку всегда потому что покупка будет стоить значительно дороже новых тех же самых предметов не хочет на эту проводочку что ты тут махаешь своей блесенькой красного он кстати на джих на силиконочку пришел сюда чисто на судачечка ну давай клюй последний метр остались не хочет не хотит так ну что же думаю до восьми мы должны успеть отловиться в принципе грубо говоря за три часа рыбалки вот видите так приезжаешь на этот водоем и на вечерний клюв просто попасть нереально можно с одной стороны ловить и отпускать как бы рыбу тогда до вечера опачки был тычок тогда до вечера можно дотянуть но как-то отпускать ух ты второй тычок третий тычок да что ж такое есть уже на четвертый зацепилась молодца кто это щука щука ух летает летающая щучка маленькая 17 опытов всего на все но семьдесят восемь семьдесят восемь купончиков нам принесла тоже хорошо так осталось четыре килограмма ох ты сразу же взяла сопротивляется все сопротивление закончено походу должна уже нормально идти кто у нас там давайте поднимем кверху и попробуем разглядеть сдалека он что-то барахтается но я пока не вижу плавников по-моему судак да 310 купончиков и мы получаем новый левел 124 опыта уху мы уже подросли и теперь у нас восемнадцатый уровень отлично получаем в подарок полторы тысячи купончиков одну монеточку открывается у нас новая локация и смотрите у нас есть интересная такая штучка это сумка чехол точнее сказать на 4 спиннинга хотя называется счастливая семерка интересное название ну посмотрим попозже перейдем в магазин возможно есть смысл такую сумочку себе приобрести со временем а вот и садочек видите увеличенный который нам тоже надо будет приобрести чтоб не ездить сюда в холостую а при приезде на этот водой можно было заработать больше денежки то есть если у меня будет садок допустим на 30 килограмм то моя поездка здесь точно оправдается я точно буду в плюсах следующая ух ты что то есть следующая моя покупочка это будет садок однозначно большой садок тогда ездить сюда будет вообще сказочно будем по опыту здесь хорошо отрабатывать и денежку зарабатывать на новые улучшенные снасти чтоб таких рыб вытаскивать вообще со скоростью ветра так 251 монетка купончик и 101 опыт и у нас в садочке остается все меньше и меньше места еще я думаю максимум две рыбки и все придется ехать с водоема во своясе вот видите где то у нас получается если будет 30 килограмм мы в полтора раза сможем больше заработать денег ну где то по моему в среднем с этого водоема получается за рыбалку увести рыбы где то на 4000 купончиков если я не ошибаюсь так вот эта проводочка у нас холостая вышла опа что то есть ай сорвалась сорвалась рыбка вот она у соседа вытянулась так у меня осталось 8 минут чтобы уложиться ровно в 3 часа рыбалки давай клюй же рыбка быстрее все было четенько и красиво так ну что погнали твичинговать давай давай клюй же кстати на твичингах где то 50 на 50 клюет и судак и щука на ступеньку в основном только судак надо попробовать все таки взять с собой сюда джиг и попробовать ступенечку делать все таки на джиг а не на блесну это будет как бы даже логичнее так вот это вот мне не нравится проводка вообще не результативная казалось ну ну кто то поплыл на лодке деда мороза с подарками угнали подарки надо их спасать васян какой то урулил арендовал себе лодочку за тысячу купончиков и куда то поплыл сейчас мы его зацепим за ухо так ну блин чуть чуть мы не вложились конечно в три часа ну приблизительно тут плюс минус три часа можно 20 килограммовый садочек забить полностью если учесть что у меня там были и срывы и холостые проводки если б лучше клевало то в принципе я б уже отловился хотя честно говоря и так неплохо потому что на водоемчике для начинающих там как бы больше времени тратишь чтобы наловить полный садок ну и результат там слабенький рыба очень там дешевая так что у меня вторая проводка заглохла ни тычка ни рыбы ладно сейчас скинем другое место тут наверное рыба закончилась давайте туда куда то полетели так ну что погнали вон люди ловят травяных щук а у меня что то не хотит запунтовалась рыба видно услышал что я собрался уезжать и не хочет меня отпускать с этого водоема полосатые щуки клюют ну где ж моя полосатая щука да ты смотри третья проводка о по нулям думал ну нет все таки взяла не по нулям не по нулям там что то хорошее хороший экземплярчик у нас тут попался похоже будет на полторашечку и сразу полный садок может выйти а ну иди сюда щука барракуда да как я и сказал на полторашечку 239 купончиков 115 опыта в принципе нормально декорированная полосатая щучка нормально по весу но все садок полон уезжаем с водоема думал хотя бы дверцы поймать еще но не сложилось ну что поехали теперь подсчитаем сколько у нас получилось денежки заработать на этом водоеме и ну как я в принципе и говорил 4100 мы заработали соответственно откидываем отсюда 3000 это поездка и 900 это лицензия то есть заработал я грубо говоря 200 купончиков если смотреть с этой стороны но по опыту у меня 1737 опыта это грубо говоря поднял уровень себе ну и опять же если куплю сейчас новый садочек у меня будет больший объемчик полтора раза то есть я смогу ловить не 4000 например а 6000 соответственно уже результат будет налицо уже будет поприятнее так давайте мы зайдем в магазин купон у нас 8741 купон и посмотрим что же мы можем купить оп не туда ушел на эту сумму так снаряжение да тут у нас садки куканы давайте подсаки садки куканы так 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 ммм почему мы не переключаемся так 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 ммм где оно где оно где оно так почему мы не могут перелистнуть страницу так ладно давайте емкость вот эту выберем от 30 до 70 отфильтруем и так будет проще и вот у нас куканчик есть он для 16 левела только на 30 килограмм ну что делать что делать думаю будем покупать в принципе так мы хоть будем ездить не подать 200 купончиков зарабатывать хотя уже следующая поездка у меня будет 1100 купончиков заработанных но с таким куканчиком у нас будет уже значительно больше поэтому покупаем у нас денежки хватает купили теперь обязательно надо зайти его в дом и экипировать потому что он к сожалению автоматически не встает на свое место так где он тут у нас где он тут у нас вот это он да нет это на 15 килограмм вот на 30 килограмм он экипирован у нас и еще я хотел взять все таки джиг 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 вот у нас есть джиг головочка ой 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 что я сделал ммм я блесной это все равно возьму иди назад а джиг головочку надо просто переместить в рюкзак ага в рюкзаке у нас нет места ммм что нам можно выложить что нам можно выложить так у нас две лески две лески восемнадцатки давайте одну выложим с мыслом две так сказать маленькую выложим так нам надо что то еще выложить давайте наверное вот какую какую блесну выложим давайте золотистую выложим да нет давайте не золотистую а вот серебряную серебряную у нас поменьше размерчиком вот и теперь я думаю у нас будет куда джиг головочку засунуть и силиконочку так забираем есть и силиконочку какую силиконочку выбрать двуххвостый твистерок давайте возьмем может попробуем ух ты нет места я же две вещи выложила места нету как так то не честно так а смотрите у нас в рюкзаке здесь фейерверки давайте ка их отсюда попросим еще и роголистник он какой то лежит у нас в рюкзаке зачем он вам тут нужен то для нужных вещей места не хватает так где ты где ты силиконушка пошли есть все в принципе на следующую рыбалочку у нас уже все собрано так что результат со следующей рыбалки мы увидим но для начала нам придется к сожалению что я не рассчитал подкопить денежки на поездку видите поездочка стоит 3000 а у нас всего-навсего 1000 то есть нам надо возвращаться на наш водоемчик для начинающих и подловить еще 2000 купончиков тогда мы сможем выехать на водоем там отловиться и думаю тогда мы уже выйдем без убыток на этом все ловлю хищника мы закончили всем удачи и всего самого наилучшего всем пока в этот момент и в этом это тарелак и и вот и и вот и и и вот Продолжение следует...